Проспект Ватутино, 13А. В начале 4 часов утра полоса бетона, утеплителя и штукатурки с 3 до 10 этажа рухнула недалеко от подъезда на припаркованные машины. К счастью, никто не пострадал, но 4 легковушки получили повреждения. Вмятины, разбитые стекла, а покраски как будто прошлись наждачкой. Это зафиксировал и полицейский, составляющий протокол осмотра места происшествия. В числе побитых автомобиль Александра Спасского. Именно по его звонку мы узнали о ЧП. Большие денежки сейчас выкинем. И капоты побиты, и крыши побиты, камни там. Конечно, мы сейчас все влетим в копеечку. Не знаю, как нам быть и где нам брать деньги. Кто виноват в случившемся? С этим вопросом мы обратились в управляющую компанию, обслуживающую дом. Директор Экомир ЖБК-1 Олег Шарапов рассказал, что на месте аварии уже проведена предварительная экспертиза. И есть подозрение, что фасадное утепление было сделано с технологическими ошибками. Если так, то ответственность за ЧП лежит на подрядчике, который делал фасад, ему и возмещать ущерб автомобилистам. Но есть проблема. Работы проводились в 2009 году, а ЖБК-1 взяла дом под опеку только в 2016. Поэтому для начала нужно найти горестроителей. Производитель работ, к сожалению, мы пока не знаем, но уточняем. А гарантия на производство работ, если он нарушил технологию производства работ, срока давности нет. Он будет отвечать и сейчас, и дальше, если он нарушил технологию производства. Это судебным решением уже можно будет сделать. Я думаю, что мы этого добьемся совместно с жителями. Кроме того, если судебно будет доказана вина подрядчика, то ему придется еще и возмещать стоимость ремонта или устранять проблему за свой счет. На этих кадрах видно, что фасад дома Новотутина по-прежнему представляет опасность. Некоторые листы в аварийном месте держатся на честном условии. Сейчас на улице ветер до 7 метров в секунду. Но когда он стихнет, Экомир ЖБК-1 направит высотников, чтобы устранить риск дальнейшего обрыва. А уже с потеплением управляющая компания будет работать над восстановлением фасада.